Друзья, привет! Сегодня я предлагаю приготовить свинину в духовке с овощами в медово-имбирно-чесночном соусе. Звучит, конечно, но на самом деле это блюдо очень простое, очень легкое приготовление. Включаем секундомер для того, чтобы узнать, сколько времени уйдет на приготовление этого блюда. А в конце мы подведем итоги, посчитаем, сколько оно нам будет стоить по деньгам. Полетели, что нам нужно делать? Для начала приготовим соус, которым будем мариновать нашу свинину. Что нам нужно? Соевый соус. Здесь у меня приблизительно 100 миллилитров. Выливаем сюда соевый соус, добавляем мед, добавляем немножко бальзамика, буквально чуть-чуть. Потом мы еще поправим по вкусу, если чего-то будет не хватать. Чайную ложку горчицы. Перемешиваем. Берем имбирь. Я уже говорил, что имбирь удобнее всего чистить обычной ложкой. Натираем имбирь на мелкую терку. Перемешиваем. Нам понадобится чеснок. И тоже добавляем в маринад. Нам нужен сок половинки лимона. И тоже сюда через руку, если вдруг косточки упадут, чтобы они туда не попали. Вот как это. Берем тимьян и розмарина. Теперь добавляем немного растительного масла. И тоже все перемешиваем хорошо. Это свиная шея. Порезана толщиной в 2 сантиметра. И оставляем мариноваться минут на 15, пока мы подготовим овощи. Друзья, нам понадобится лук. Я когда знаю, что мне лук надо резать как минимум на полукольца, я его сначала режу пополам, а потом вот так вот чищу. Гораздо удобнее, чем чистить целую луковичу. Лук мы нарезаем толстыми полукольцами, потому что это будет наша подложка под мясо. И для того, чтобы он не горел, мы его делаем толстыми полукольцами. Берем форму. Добавляем немного растительного масла. Смазываем. Рассоединяем полукольца. Еще один лук. Этот лук уже будет у нас запекаться, как гарнир. Поэтому мы его режем вот такими дольками. Дальше картошка. Картошку тоже режем на 4 части, потому что она небольшая. Картошка готова. Теперь нам понадобится еще перец. Такими вот пластинами. Есть. Мы подготовили все овощи, теперь мы будем собирать наше блюдо. Мы берем свинину. Кладем один кусочек. Второй кусочек. Третий кусочек. Я думаю, что все овощи у нас не помесятся, поэтому берем половинку. Вот так вот. Лук. Лук. И картошку. И это все нужно перемешать. Картошку. Перчик. Друзья, теперь это можно еще чуть-чуть поперчить сверху. Солить я не буду, потому что соевый соус, он дает свою соль. Я потом лучше, если нужно будет, присолю просто сверху. Друзья, у меня есть рукав. И моя форма позволяет, чтобы я это поставил в рукав и запек в духовке в рукаве. Если же у вас нет рукава или ваша форма для запекания больше, чем рука, вы не можете ее поставить, то можете просто накрыть сначала фольгой, а потом открыть. Закручиваем. Завязываем. Лишнее обрезаем. Берем зубочистку и делаем несколько проколов, для того, чтобы у вас это не взорвалось в духовке. И теперь мы ставим форму в духовку, разогретую на 180 градусов, предварительно на час. Будем посмотреть. Потом мы разрежем рукав для запекания, чтобы сверху взялось все корочкой. Друзьяки, час прошел. Теперь мы достаем. Горячо, горячо, горячо. Откроем рукав. И теперь еще минут на 15 в духовку, чтобы сверху взялось корочкой. Друзья, духовка запищала, вынимаем наше мясо. Друзьяки, я сверху добавил еще немного укропа, петрушечки, зеленушечки, кинзулечки. И это такие ароматы. Мясо, посмотрите. Это просто. Оно тает во рту. В соусе. С горчичкой. Проверим морковку. Все готово. Морковочка такая, как нужно. Вот просто картофан. Друзья, я очень счастлив, когда получается вот такой результат. Это очень вкусно, друзья. И очень просто. Вы сами все видели. Мясо замариновали за 15 минут. Порезали овощи. Все сложили. В духовку поставили. Час 15 мы запекали. Один час запекали в рукаве. Потом рукав открыли. 15 минут корочка и все взялось. И все, это готово. Мы потратили всего лишь час 40. Притом час мы ничего не делали. А стоит нам вот это все удовольствие. 7 долларов 16 центов. Если разделить на 4 порции, на семью. То одна порция нам обойдется всего лишь 1 доллар 79 центов. Друзья, я не буду говорить стоит, не стоит. Попробуйте приготовить. Вы поймете, насколько это вкусно и просто. С вами был Роман Щегло. Канал Время, Деньги, Еда. Приятного аппетита.